Здравствуйте! Меня зовут Наталья Богданова. В эфире ЮТВ пятничный выпуск новостей. На этой неделе проходил Всемирный день некоммерческих организаций. Сегодня у нас в гостях представители регионального сектора НКО Наталья Толмачева и Виктор Осин. Привет! Добрый день! Приветствую! На самом деле еще одно важное событие на этой неделе, которое у нас в городе, в регионе произошло, это визит представителей общественной палаты России. И знаю, что во время вашей совместной встречи, на которой вы присутствовали, произошло какое-то достаточно знаковое событие. Что такого произошло, что может изменить ситуацию с НКО? Ну, во-первых, были представители, их приехала целая команда в нашей регионе. И очень здорово, что они познакомились с региональными некоммерческими организациями, увидели их проблемы, то есть пришли к ним в гости и в простой форме спросили, да, какие на самом деле проблемы существуют. То есть они, так сказать, провели сначала разведку, да? То есть они сами с инициативой вышли по разному... Ну, понятное дело, что... Да, понятно, что это дело, может быть, запланировали на мероприятии. И как мы поняли, что сюда они приехали по приглашению в нашей общественной палаты Оренбургской, и это очень хорошо. И они у нас здесь работали в течение, там, по-моему, двух дней. И завершилась вот их поездка к нам, да, тем, что вот собрался вот этот большой расширенный круглый стол библиотеки имени Крупской с участием представителей различных министерств региональных, по-моему, практически все были вот департаментом молодежной политики, с небольшим, да, участием некоммерческих организаций. То есть вас туда пригласили? Почему с небольшим участием? Основная же задача была как раз узнать, что происходит с некоммерческим. Ну, опять же, один из больных вопросов, который мы всегда затрагиваем, что все-таки есть информационный голод, да, то, что, во-первых, небольшое упоминание СМИ про некоммерческий сектор, а другой момент, что мы зачастую не знаем той информации, которая должна нам быть известна, да, те же круглые столы, те же обучающие семинары. К сожалению, как бы, там, общие рассылки по то, чтобы этот круглый стол, да, там, по некоммерческим организациям не было. То есть вы чисто случайно, ведь вас, например, приглашали, или у вас какая была ситуация? На самом деле меня пригласил как раз-таки председатель этой комиссии. Ну вот видишь, извиняюсь. Непосредственно, да, потому что была неформальная встреча. И, кстати говоря, вот такой вот именно формат общения очень нужен. Когда приезжает официальная делегация, но мы встречаемся без всех чиновников местных, да, и говорим уже про какие-то такие... То есть вы говорите сейчас про какую-то другую встречу, потому что... Да, да, конечно. Как Наталья сказала, они работали тут не один день комиссии, поэтому... А, они к вам приезжали. И вот, как говорится, вечером однажды, да, мы собрались узким кругом, то есть все члены комиссии, которая приезжала, федеральная и из других регионов, вот, и мы, представители НКО, несколько НКО, и вот мы поговорили прям, ну так вот, вживую, без СМИ, без всяких вот этих вот выносов, как говорится, ссоры из СБ, мы между собой поговорили. На самом деле, если говорить честно, то больше пользы было от той встречи неформальной, чем от круглого стола. На неформальной встрече от коллег с Иркутска была практическая такая вот рекомендация, которая уже идет в ход, уже реализовывается, собрать неофициальный совет НКО Оренбургской области. Сейчас ничего такого нет. Сейчас у нас есть несколько вот ресурсных центров, на которые, как, кстати говоря, были выданы гранты, да, но с интенсивностью начинаются почему-то, но потом превращаются в консультационный центр, ну, где НКО... Принимают одного человека в три месяца. Да, вот, то есть не все знают, и как-то, ну, это не считают централизованным. Мое личное мнение, почему так происходит, потому что, что греха таить, среди НКО нашего региона нету какой-то такого дружности, сообщести, целевого такого, да, вот, именно направленного развития. Каждый по себе. И я вот считаю, что, конечно же, от правительства, как и многие другие, надо требовать, да, потому что положено законом, потому что НКО сами не выживут, да, потому что это не коммерческая история, в конце концов. Вот, но все-таки и с нашей стороны, как от НКО, нужно тоже какие-то... Больше профессионализма и стучатся, да. Больше, да, профессионально подойти к запросам, которые мы даем нашему правительству региональному. Звучала ли какая-то отчетная, наверное, информация, текущее положение от правительства области на этой встрече? Собрались, да, общественники, которые приехали к нам в город, там, может быть, первый раз. Вот им про НКО на что рассказали? Ну, информация звучала отчетно, да, были определенные доклады, вот, вице-губернатор Татьяна Леонидовна Савиновна, да, рассказала в целом, как у нас сектор развивается, какая выделяется поддержка, про ресурсный центр тоже было. Потому что, насколько я понимаю, ту позицию, которую озвучило правительство, не совсем с позиции НКОшников, которые там находились. Ну, это как бы всегда было, да, из года в год у нас такие мероприятия, просто это было такое более массовое, большое, там, с участием представителей РФ. Так-то периодически нас все равно собирают. И, как бы, мы обсуждаем те же самые проблемы, да, немножко, как бы, у них была своя позиция. У нас, кто сидел в зале, да, тоже все это слушал, там была другая позиция, и я ее озвучила. Очень правильно. Вот если по факту говорить, то есть, что разошлось, что у вас тогда противостояние вызвало, да, что на самом деле... Ну, на самом деле, смотрите, как говорится в докладах, что поддержка НКО очень хорошо реализуется, по-моему, 88 миллионов, да, за два года. Там 2 миллиарда была цифра. Вот, ну, в общем, да, миллиарды. Большая цифра. То есть в региональные НКО, да, такое вот финансирование идет. Но, однако же, вот по факту, вот все, кто собрались, спросили, две, вот, получается, НКО участвовали в этих проектах. Есть, допустим, опять же, взять, если частности, да, зайти на сайт социального развития наше, да, и там есть перечень НКО, социальных сервинов, которые получают поддержку региональную. Но они в реестре русскорщиков, скорее всего, находятся, да? Они в реестре. Я зашел, посчитал их, там некоторые, несколько раз записано всего, я насчитал разных, 7-8. Но с таким количеством НКО, которые у нас в Оренбургской области находятся, и с целым количеством, которые в реестре, это немножко, ну, понятно. Сколько в общей сложности, ну, примерно, может быть, или точные цифры есть на некоммерческих организациях в регионе? Вот. Две с половиной тысячи. Две с половиной. Получается, у нас две с половиной тысячи организаций, помощь получает 7-8. Да, вот я не знаю, или, может быть, реестр какой-то некорректный, я не знаю, в чем дело. Ну, то есть, вот на сайте такая информация? Да, на сайте такая, официальная, сайт это официальный источник, я зашел, посчитал, все, я не знаю. Мы цифру озвучили на круглом столе, то есть, что у них в реестре 8 тысяч. Мы можем сейчас вместе с вами зайти на сайт социального развития и посмотреть эти цифры, посчитать. Я думаю, знаешь, тут не нужно как бы в цифру углубляться, что все-таки помощь, опять же, нужно говорить, очень непросто получить от органов, да, власти, и то, что нужно, и, как я уже говорила, соответствует определенному ряду критерий. Да, а вот с другой стороны был от представителей министерства вопрос, а вы пробовали? Вы пробовали? Что, зайти в реестр, а нам не выгодно туда заходить? А вот. Потому что там очень низкие тарифы, и это тоже проблема, понимаете? Тарифы на что? А на Казани услуг? Не хотят, значит, нет желания. То есть, если вы хотите сегодня, ты готов работать за сколько там, 10-12 рублей в час? Ну, опять же, если ты не входишь в реестр, то ты не получишь финансы. Но сейчас получается, что если вы хотите получать региональную помощь, вы обязательно должны предоставлять социальные услуги. Если ты получаешь грант, ты должен социальные услуги. Грант Министерства социального развития. Да, да. Это мы про это говорим, а то мы бедные министерства. То ты должен социальные услуги предоставлять обязательно. Другие министерства здравоохранения. Правильно? Наталья. Правильно ты говоришь? Ну вот, видите, у нас получается в итоге информационный какой-то недостаток есть. Ну, это первая проблема. Но в конечном счете, да, какие-то решения этих проблем ведь тоже были озвучены, потому что знаю, да, что вы не совсем согласились с той позицией, которую озвучили официально гостям. И какие предложения прозвучали от вас? Нет, не от нас. Предложение прозвучало в первую очередь от Татьяны Леонидовны. То, что необходимо там собрать инициативную группу, да, я не сторонник собирать всех подряд, потому что это получится в базар, и мы ни о чем не договоримся. А должна быть такая определенная фокус-группа, которая вот там представители начинающих НКО, кто уже давно, кто-то где-то там уже попробовал. Ну, и просто пришли и поговорили, как мы все любим. А хорошо, есть проблемы информационные, но ты тогда промонитор, что у нас есть, прописан там на региональном уровне, на федеральном уровне, опять же, какой процент освещения в СМИ, да, и предложи, как можно ее улучшить или решить. В общем, нам, как было сказано, соберите инициативную группу, обсудите, какие есть проблемы, и давайте предложения конкретные. Уже ближайшие там несколько дней, я нам, то есть нет времени на хайп, смогу, приду, смогу, не приду, вот, соберемся, обсудим, потому что в начале, в середине марта будет уже встреча вот с вице-губернатором, и курировать этот вопрос именно вот по нашим предложениям будут представители Министерства социального развития Оренбургской области, которые, возможно, в дальнейшем также будут, ну, разрабатывать вот эту региональную программу поддержки некоммерческих организаций Оренбургской области. То есть, по большому счету, уже в ближайшие дни должна состояться ваша встреча и там озвучены предложениями конкретно? Да, вот опять же, Наталья правильно сказала, чтобы не превращался это, грубо говоря, базар, да, а были конкретные предложения. Вот опять вопрос к тому, что у нас немножко пока разрозненная среда НКО. Вот как раз-таки совет, он и будет вот этим инструментом, который сформулирует все. Вот, допустим, Вера вынесла предложение по поводу СМИ, что есть проблемы, и мы эту проблему спрашиваем у других НКО, и каждый высказывает, если большинство решает, что все-таки есть голубь, да, такой информационный, тогда мы, конечно, выставляем это. Если нет, то нет. Потому что вот приходим, да, каждый по одному, и каждый себе это там, это там. А на самом деле, вот Наталья, допустим, раз сказала, оказывается, все это просто. Вот получить информационную поддержку, это вот так просто. Она поделилась своим опытом, и этой проблемы, оказывается, нет. То есть, какие-то проблемы не объективны, да, их можно решить состоятельно. Может быть, да, да, да. Вот те проблемы, которые действительно актуальны для всех, которые никто отрицать не станет сегодня, и их нужно решать, это что? Это региональная поддержка, в первую очередь, финансовая. Во-первых, как озвучил Чукалин, да, директор фонда президентских грантов, после встречи НКО, по-моему, в Липецкой области, где присутствовал Владимир Путин, что будет выделено дополнительное финансирование в порядке 3 миллиардов рублей на регионы. Сейчас вот почему нужно оперативно нам сработать, чтобы мы успели подать свои предложения, чтобы успели разработать программу, и вот эти, и тоже, так сказать, поучаствовать в этом конкурсе на распределение вот этих вот денег именно на регионы. В той ситуации, в которой Оренбургская область находится, на эти деньги мы претендовать не можем, да? Почему? Нет, вот как раз-таки вот сейчас за оперативностью наших действий, да, чем быстрее мы консолидируемся, будет зависеть. Потому что задача поставлена следующая. Давайте проблемы своими предложениями, делаем программу, и чтобы могли претендовать, поучаствовать вот в этой распределении этих субсидий. Это первый момент. Второй момент, что мы тоже озвучивали, что должна появиться открытая, прозрачная, да, вот как в фонде президентских грантов, система участия в таких конкурсах. Вот мы же все сделаем там через сайт, мы не видим ни кураторов. Ну, грубо говоря, вот даже взять тот момент, когда президентский фонд объявляет о конкурсе, пять раз пришлют, рассылка везде рекламирует, а взять региональные наши конкурсы... Смотрите, где-то там вкладочка есть. Звонишь им по пять раз в год, они дату не могут назвать, и сайт смотреться. К нам, например, как в СМИ, насколько я помню, никогда не поступала информация, что сообщите, распространите о том, что региональные гранты, нужно всем рассказать, что... Хотя это считается... Для чего делать? Чтобы сделать конкурс. Ну, любой конкурс должен быть какой-то конкурентный, да, об этом надо рассказать. Да. Хотя мы же не глупые люди. У Министерства социального развития есть ресурсы, которые, они смешные, да, они же могут подтянуть очень большие ресурсы в плане... Первая региональная поддержка, да, финансовая вот эта прозрачность. Еще что? Во-первых, прозрачность, во-вторых, чтобы не было вот этих сильных, больших порогов по участию, да, то есть, как, опять же, ну, так и будет, скорее всего, и, опять же, есть уже опыт Забайкальского края, они пошли по вот этой системе создания конкурса, как у фонда президентского гранта, они уже создали такой региональный портал, прям за основу взяли этот сайт. И, то есть, чем удобно, что там очень много направлений, где ты можешь поучаствовать, потому что НКО – это же вообще разрозность, но мы вот тут в основном там детьми занимаемся, да, там, блоги. А есть же, например, кто культурными, занимается проектами, правда, то есть те же там писатели вот тоже мне там звонили, говорят, давайте мы встретимся у нас там свои предложения или еще что-то. То есть, чтобы для каждого было номинации. Разные номинации были, да, и, опять же, был не такой там барьер именно требований к НКО. Понимаешь, на фонде президентских грантов люди выиграют у кого там софинансирование 0 рублей, и они получают там небольшие суммы, и это тоже здорово. Да, ну что говорить, даже пример родных городов. Сейчас они делают для физических лиц. Инициативы, это важно поддерживать. Причем в инициативной группе могут быть два несовершеннолетних участника, соавтора. Главное, автор, чтобы совершеннолетние, да. Ну, чтобы он деньги получил, соответственно, по закону. И, получается, они тоже, говорят, мы шли на риски в плане, понятно, что деньги человека физическое лицо. На карту, передоим. И еще с него спросишь. Оказалось, что наоборот. Знаешь, что долгое время заявляли представители организаций некоммерческих о нехватке помещений, то есть каких-то офисов, сейчас это тоже проблема номер один сохраняется, или... Ну, на самом деле... Может она звучать, например, в ваших предложениях, которые вы находите? Да, вот, кстати говоря, на круглом столе прозвучало какой-то такой вот вид, да, вид каворкинга для НКО. То есть существует для предпринимателей, да, для бизнеса, инкубатор у нас. Мощная такая, я считаю, такая структура, где есть отдельные кабинеты за копеечки, да, которые достаются предпринимателям. И общий зал конференции, где они могут делать свои... Вот такой подобный, я не претендую на такой объем, но немножко поменьше, да. Ну, чтобы у кого тоже была какая-то площадка для реализации своих проектов. Общая, единая. Вот, смотри, здесь я могу дополнить. У нас должна появиться уже точка кипения в Армаде. Это очень здорово. И здесь нужно, наверное, просто уже договориться, чтобы не только бизнеса... Объединились, да? Ну, не только предприниматели могли... Ну, блин, мы же не каждый день что-то без конца проводим. Хотя, да, хорошая идея для того, чтобы будет синер... Да, понимаешь, чтобы не только бизнес и инициативы могли что-то там проводить, но и мы свои какие-то там собрания, да, какие-то, может быть, обучающие семинары кто-то для своей аудитории, там, мастер-класс для родителей, например, да, там, по эмоциональному выгоранию, я так-то утрирую, или, может быть, мастер-класс по фотографии, ну, не знаю, для детей. Ну, опять же, это понятно, что там заранее надо согласовываться, но, по крайней мере, это будет там, скорее всего, бесплатно, да, и не надо тебе там искать деньги на аренду. Кстати, в этом году несколько у вас проходило таких площадок, да, где собирали представителей из районов. Это за деньги. Ну, со скидкой. Как организовано всё? Приходится платить за площадку? Конечно. Ну, со скидкой, да, ну, потому что, если ты хочешь, ну, чтобы было красиво и достойно принять людей, потому что хватит уже, во-первых, относиться к себе так, что вот мы там немощные, мы там вечно обделённые, нужно, во-первых, полюбить себя, полюбить свою работу, которую ты делаешь, и когда вот эти ребята приехали из области, да, там, с деревенью, и просто увидели, во-первых, красоту, ну, во-вторых, отношения, это даже не пускай небольшие деньги там были, а там, ну, легко найти партнёра, и что бы он тебе проплатил, ты выгоду ему покажешь. Сейчас как бы нам там дали приличную сумму для проведения тоже семинара для вот, для НКО. Это дал бизнес. Это вопрос, вот как мы там договаримся, и в чём его выгода, понимаете? И здорово, если, например, там появятся какие-то площадки бесплатные, тоже вот красиво, где достойно можно... Вот, кстати говоря, в продолжении тоже про своё направление, идею по поводу того, что какая площадка должна быть качественная. Мы, в принципе, вы тоже знаете, да, вы с нами много раз ходили в всякие проекты, и как раз-таки вы знаете, что мы работаем со слабослышанными глухими детьми. Да, ну вот ваша организация. Через фотографию, да, мы социально адаптируем их, вот, и уже это длится с 15-го года, с 2015-го года. И сейчас вот такая задача перед нами, как НКО, стоит создать им профессиональную площадку. Для чего? А вот, кстати говоря, сейчас, вот с 15-го года, уже 5 лет прошло, вы в каких условиях? Вот в каких условиях, да, смотрите, получается, мы как на основе социального партнёрства договорились с библиотекой, к примеру, да, площадка была у нас. Свои ресурсы тоже подтягивали, вот, допустим, у меня домашняя студия тоже, мы там на ней это... То есть, получается, чтобы реализовывать там проекты, федеральные гранты какие-то президентские, вы, ну, у себя дома, да, домашние студии собираетесь. Ну, получается, почему? Потому что у меня, да, профессионально оборудована там она для моих коммерческих целей. Ну, всё-таки, я бы не крути, это ваша, да, вот такая частная ваша пространство. Ну, да, это частный вклад, получается. Величный вклад, собственно, да. Софинансирование, да, я очень правильно говорю. И здесь, получается, как эти площадки? Они нам помогают, конечно же. Мы выходим из своей среды, из интерната, да, и мы попадаем в новую среду, осваиваем её. Я, конечно, по мере своей возможности оборудовываю её светом, да, каким-то фоном, такими вот, которые выездные. Но, опять же, про качество площадки. Сейчас, на данный момент, очень хочется организовать качественную профессионально оборудованную студию для детей. Ну, уже, кстати, не детей, а подростков, да. Учёшь, ты же грантная. Теперь, да, вот в планах. Вот. И теперь, смотрите, здесь вот как раз-таки в ходу вот этих событий, здесь, получается, у нас социальная предпринимательская такая модель. То есть, дети социально адаптируются, они занимаются своими делами. У нас фотоблок, турмы, как официальные СМИ, как подростки, да, школьные СМИ. И вот аренда студии, она тоже сдаётся и как благотворительный взнос. То есть, социально ответственное предприятие арендует для своих целей, греймер говоря. Дальше. Для НКО тоже подразумевается такой вид помощи, как предоставление профессионально оборудованного помещения. Для чего? Для того, чтобы создавать для своих проектов медиапродукт, медиаконтент. Сейчас, как никто другой, вы знаете, что контент очень важен. Это тоже будет в числе ваших предложений? Или нет? Я бы здесь, может быть, поспорила, потому что мы сейчас выступаем за весь сектор НКО, ну, пока что в двух лицах, да, на этой передаче. Потому что для начала нужно просто пространство, я так считаю, да, потому что вот ты сейчас рассказываешь, что всё-таки, блин, но это, я думаю, что это дорогое оборудование. Конечно, дорогое оборудование. Это, кажется, да. Там собираются просто так, нет, для того, чтобы создавать контент. Для начала, что вот они пришли, поговорили с волонтёрами, да, там какую-то встречу провели. Это стульи, это, если нужно, флипчарт, это проектор с экраном, чтобы что-то показать в слышке. И можно чай попить. И достаточно, чтобы они потом ушли и мусор за собой убрали, а не просто вот халявой попользовались. Вот это про ответственность тоже как бы. Да, эти два коробки для НКО и оборудованное пространство, это, конечно, две разные истории. Знаю, что сейчас очень большое количество вот начинающих организаций некоммерческих и физических лиц, которые, в принципе, с такими проектами социальными занимаются. Мы пообщались с представителями организации «Я выбираю жизнь», которые не так давно в секторе НКО, и они рассказали, с какими проблемами сталкиваются они и чем они занимаются. Светлана Калашникова о раковых заболеваниях знает не понаслышке. Рак настигал ее два раза. По словам женщины, когда узнаешь о диагнозе, страх смерти охватывает моментально. О болезни узнала случайно. Обычно обследованиями пренебрегала, как и многие из нас. Преодолевать трудности приходилось одной. Информацию о положенном лечении, льготах, оформлении инвалидности искала сама в интернете. Когда заболевание перешло в ремиссию, появилась идея создать некоммерческую организацию. Она сама состоит из пациентов, то есть из женщин, которые живут в активной жизненной позиции, которые проходили лечение, либо находятся в периоде лечения, и, соответственно, которым не хватала поддержка. То есть я сама проходила два раза рак, соответственно, решила, что нужна такая организация, где мы могли бы помочь. Проекту пока меньше года, но уже около сотни женщин обмениваются опытом и поддерживают друг друга в тяжелый период. Мастер-классы от стилистов и визажистов, фотосессии, тренинги личностного роста – все, чтобы женщины чувствовали себя полноценно. Главная идея на собственном примере – показать, что рак – не повод лишать себя активной и полной жизни. Светлана собрала небольшую команду и методом проб и ошибок строила деятельность организации. Мы приходим, скажем так, в этот сектор и в некоммерческий сектор из разных, у всех разная профессия, у всех разный жизненный опыт. Не учат в институтах, не на руководителя НКО и так далее. Соответственно, конечно, здесь важен момент, мы не профессионалы, здесь важен момент обучения. Главное, чего, по мнению Светланы, не хватает в сфере НКО – это информация, особенно для начинающих. Даже опытным организациям часто бывает непонятно, как наладить контакт с властью или получить господдержку. Ведь на одном энтузиазме далеко не уйдешь. Сейчас проект сотрудничает с онкодиспансером и еженедельно проводит там встречи с пациентами, отвечая на вопросы, оказывая консультации. Вначале люди относились с опаской, так как мало кто знает, чем занимаются некоммерческие организации. Зачем они, почему они, чем они занимаются, вообще какие проекты есть в городе и в области, какую помощь могут оказать. Потому что я думаю, что и наши органы власти мало понимают возможности вообще наших организаций. На данном этапе планируется работа по просветительской деятельности с рекомендациями профилактических осмотров и развеянием мивов о раке. В организацию «Я выбираю жизнь» может обратиться любой желающий, которому необходима помощь при одолении страхов перед онкологией. Если вы хотите выступить спонсором или предложить свою поддержку в развитии организации, обращайтесь по телефону, указанному на экране. Виктория Палкина, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. Виктория Палкина, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. Что мне показалось интересным, что именно после этой встречи реальное какое-то... Волна пошла. ...продвижение, волна, перемены. Вот, волна пошла. Вы же периодически встречаетесь, вы же какие-то постоянно круглые столы там... Проводили теории. ...с представителями власти в том числе. Почему? Что случилось? А что вот сейчас именно... Смена власти. Я могу только так сказать. Все-таки. Региональные. Региональные. Даже там прошел этот конкурс команды Оренбуржи, да, по-моему, там конкурс социальных проектов. Даже что он просто у нас в регионе был, прошел, и там абсолютно разные ребята могли поучаствовать. И это тоже хорошо. И то, что стали присматриваться к нам, к молодым, да, ребятам, которые там горят, реально что-то делают. А я считаю такой момент, что попытки объединения внутри НКО. Спасибо большое, опять же, и к гуцким коллегам, которые подсказали по поводу совета. Совет, он идет на равных. О таких правах всех членов. То есть в этот месяц собирает представитель одного НКО, передает эстафету на следующий месяц другому. Именно равноправие. И вот это, конечно, у нас вдохновило нас, как руководитель НКО. Если возвращаться к первому тезису, что вот власть сменилась. Раньше ваши встречи проходили, точно так же проблемы вы озвучивали, как правительство Юрия Берга общалось с вами. Ну, пришли, поговорили, ушли, и все. Но на практике ничего не менялось. Да. Сейчас, как считаете, это вот на самом деле, да, новое время, новое решение? На самом деле, есть что сказать предложить. Вопрос оперативности. Да, вы знаете, мы можем так сделать. Сегодня с вами встретились, зафиксировали, что было предложение по каворкингу. Вито-губернатор Савина... В личном пространстве озвучили. Озвучено, все зафиксировано. Под телевизором показали. Вито-губернатор Савина сказала, что возьмет под контроль личный этот вопрос, и что будет. Будет. Прямо много процентов, что будет. И мы через некоторое время посмотрим, через полгода давайте встретимся и подведем. В этой же студии, да, поменялось что-то или нет. Посмотрим. Наверное, вы уже будете... Просто все НКОшники будут на голову выросшими с каким-то пространством, с региональной поддержкой. Будем привлекать федеральные средства. Вдохновленность. Надо, опять же, не горячо, не с пыла, все-таки делать небольшими шагами, чтобы, опять же, не навредить. Я вот тоже говорю, что министерствам и в целом правительству региональному очень выгодно вдохновить начинающие НКО. Да, и там никаких ресурсов больших нужно. Мы будем, как мэтры, делиться опытом. А давайте новую НКО поддержим. Дайте им этот грантик маленький-то. Да. И они вам принесут с федеральных бюджетов столько денег, что вы... Федеральные деньги дополнительно, да, гранты. Что это будет, да, такая доля бюджета, что ахнем. И рабочие места и все остальное. Не так много времени у нас остается. Давайте поговорим как раз-таки про федеральную поддержку, про фонд президентских грантов, потому что не так давно на прошлой неделе обнародовали результаты очередного грантового конкурса. и ваши проекты отдельно, да, Натальяна отдельно и Виктора получили поддержку. Расскажите, что это за проекты, и то есть это уже точно будет реализовано, да, на территории области. Давай. Я... Ну, давайте. У нас проект называется... Суть в том, что будем создавать художественные образы, и как модели будут выступать дети с ограниченной возможностью здоровья. То есть это будут самые разные направления в плане ограничений, да, и со слухом, и со зрением, и двигательная. Фототерапия будет, да. То есть это тренд, который взят с Европы, вот, сейчас это очень актуально. Ну и в том числе для общества, да, что разрушать общественные рамки, потому что вот в Оренбурге, мне кажется, такого похожего ничего не вспомнить. Вот спасибо, да. Вот очень спасибо за вот эту вот как раз-таки компетенцию в этой области. Редко кто, да, представитель общества понимает это. Работа фототерапии, да, с самими моделями, да, это одно. А вот именно стереотипы общества, да, видение с какой-то такой вот более высокой точки, снисходительной. Я считаю, что у людей с ограниченными возможностями есть сверхспособности, потому что существует компенсаторная замена. И если грамотно их вдохновить и грамотно их провести по пути развития, да, определенного, они будут очень полноценные единицы общества, которые принесут пользу и на самом деле более квалифицированными могут стать. Пользуясь вниманием наших, да, телезрителей, может быть, у вас уже идет набор кого-то, кто-то из наших зрителей могут присоединиться к проекту. И какая сумма в рамках гранта предусмотрена на реализацию? У нас, получается, проект уже с марта начинает реализоваться, подготовительные работы и все остальное. И, конечно же, да, мы принимаем заявки, принимаем заявки от семей, возраст детей, в принципе, до 18, все рассмотрим. Ограничения у нас какие-то по здоровью? Мы будем рассматривать все варианты, вот, но всего лишь 20 мест. Контакт Виктора на экранах, вы можете обратиться, да, и, возможно, тоже станете участником программы, ну, или ваш ребенок, да, станет участником этой программы. Наташа, расскажи, какой у вас грант будет реализовываться, потому что, так понимаю, что один из самых крупных, ну, достаточно большая сумма. Ну, наш грант – это продолжение сегодняшнего разговора, наверное, грант по развитию и поддержке НКО, и так как все-таки я пришла вообще в этот сектор с благотворительностью, 10 лет я этим занималась, и сейчас мне интересна тема ресурсности и, опять же, развития сектора, потому что в городе есть организация, да, начинающая, еще есть они в области. Да. И люди с очень крутыми инициативами, с горящими глазами, чуть-чуть поддержать, чуть-чуть немножко подучить, и они много часами сделать на местах. И, ну, проект у меня вообще называется «Ресурсный центр по развитию НКО и благотворительности», то есть более так фундаментально, но мы уже много сошлись и проговорили, что нам нужен коворкинг, и, скорее всего, это перерастет, наверное, в коворкинг так называемый. Уже тоже мы стартуем с марта у нас, сумма порядка больше двух миллионов, проект будет идти целый год. Вот, там предусмотрено, значит, у нас очная школа летняя по НКО с участием федеральных экспертов, которые приедут сюда и будут нас учить. Как я говорила, сейчас у нас уже, опять же, первый семинар по написанию заявок на фонд президентских грантов, потому что сейчас вот до 31 марта идет вторая волна на 2020 год, и бизнес-компания здесь помогает мне организовать этот семинар. Про то, что мы с тобой тоже говорили про нашу такую боль, что нужна передача, которая людям будет объяснять, что такое НКО. Есть вот такой у нас проект блок НКО, не НЛО, потому что многие не знают, что такое трибук. И чем я буду в дальнейшем как бы гордиться, мы создадим Оренбургский сборник успешных практик, которые реализованы были у нас в области. А как туда можно попасть сразу? Ну, это тоже как министерство, да? Нет, конечно. Желательно. Нет, зачем? Ну, во-первых, конечно же, сборник по лучшим практикам, чтобы начинающие ребята, они уже посмотрели, что вы уже сделали. Кейсы, кейсы. Кейсы, правильно. Сбор кейс. Кейсы, да. Если это получится все реализовать, то, естественно, больше оренбуржцев смогут получать помощь от некоммерческих организаций, участвовать в проектах, да, и улучшать свою жизнь. Спасибо. Сегодня проговорили про сектор НКО с Натальей Толмачевой и Виктором Осиным. Спасибо, что стали гостями нашей программы. Спасибо. Спасибо, что зовете. Вы смотрели пятничный выпуск. Меня зовут Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ.